Вопрос о организации образовательного процесса в Ненецком округе обсудили сегодня депутаты собрания на заседании постоянной комиссии. В числе прочих парламентария обратили внимание администрации проблемы на строительство и реконструкцию школ и детских садов на селе, а также подробно обсудили возможность дополнительных выплат педагогам, имеющим высшую категорию. В начале заседания доклад заместителя руководителя департамента образования Лианы Храповой. Реализация государственной политики в сфере образования на территории округа проходит успешно. Хотелось бы отметить, что успеваемость составила 97,4%, оценивается базовый уровень по педибальной системе, и хотелось бы здесь отметить, что шесть обучающихся получили неудовлетворительный результат, то есть двойки. А математика профильная, которая дает возможность поступать, если сдают ребят этот экзамен, то, соответственно, поступать дают возможность непосредственно на профильное направление подготовки, на специальности. По мнению парламентария, в качестве образования в окружных школах напрямую зависит от квалификации педагогов. Чем она выше, тем лучше результаты у школьников и студентов. В связи с этим возникло предложение изыскать возможность дополнительного стимулирования педагогов, имеющих высшую профессиональную категорию. Каждое учреждение в порядках оплаты труда предусматривает в рамках стимулирующего фонда определенный процент за получение первой и высшей квалификационной категории. Хотелось бы пока отметить еще тот факт, что стимулирующий фонд предусматривается, конечно, в ряде учреждений, зачастую и более направлен на стаж работы. Что касается квалификационной категории, процент, к сожалению, не так большой, чтобы стимулировать. Еще один вопрос в адрес департамента строительства школы в поселке Нельминнос. В 2018 году была разработана проектная документация по строительству школы-сад Нельминнос. Ну, она и доделана, может быть, в проект. Ну, деньги были предусмотрены. Ну, разойдет разработка, да. После разработки проектной документации, прохождение всех экспертиз, будем предусматривать средства в окружном бюджете на строительство школы-сада. Также в приоритетных проектах строительства Дома культуры в этом населенном пункте в поселке Харута в этом году запланирована реконструкция детского сада. На ближайшие сессии на эти цели планируется выделить порядка 16 миллионов рублей. Жители Усть-Кары волнуют вопрос объединения сада и школы. Но, по словам представителей департамента, опасения напрасны. Оба учреждения будут функционировать автономно. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал Север.